всем здравствуйте наш сегодняшний маршрут как всегда с орленка идет на скальник зеркала один из самых красивых интересных довольно крупных скальников этого участка и сейчас мы с развилки начинаем наше повествование развилка витязь и так называемая горнолыжка но там идут развилки дальше о них мы скажем мы на второй развилки совсем рядом находящийся с главной развилкой на витязь которую знают большинство посетителей этого района путь который уходит налево это так называемый путь на старую крепость и в национальный парк путь же который идет направо как в сказке это через ручей зеряновский здесь ошибиться трудно потому что его видно это русло зеряновского сразу после перехода зеряновского ручья мы снова встречаемся с еще одной развилкой одна часть развилки явная такая проезженная это идет как раз на горнолыжку мало хуже на такая неприметная но все равно широкая бывшая дорога она уходит уже в нашу сторону куда мы сейчас движемся хочется сказать о самом ручье зеряновский ручей не больше четырех километров течет примерно недалеко совсем от дороги в национальный парк совсем недалеко от границы национального парка и особенность этого ручья в том что он обрамлен с скальниками то есть грубо говоря такой скальник как старая крепость зеркала а также верблюд и скальник зеряновский они все стоят именно на гребнях водоразделов больше сдвинутых зеряновскому ручью они не колхи этом никуда-нибудь еще а именно вот зеряновский ручей обрамлен этими скальниками еще одна развилка 3 представьте себе но эти развилки уже нас подводят к искомому скальнику это короткий путь но крутой к северной части скальника зеркала здесь даже как вы видите мотоциклы были то есть осваивают у нас механизированные туристы даже такие тропы так получилось что в этом маршруте часто развилки мы идем лево то есть прямо проходим по тропе уже встали на последнюю тропу до зеркал и вот здесь нам попадаются следы стоянок геодезистов и других рабочих служб которые дороги прокладывали они существовали во времена создания каменоломные месторождения алхинская которые на той стороне за скальником старая крепость скорее всего это фляга для воды потому что такие фляги и находятся вблизи известкового карьера на алхе аналогичные фляги еще во многих местах для воды фляга скорее всего посмотрите вот на эту сосну дерево максимально приспособилась к малым низовым беглым пожаром и это очень хорошо потому что благодаря много лет уже осуждаемой человеческой глупости мы бы гораздо больше потеряли леса если бы не приспособление растений к пожарам по моему шестая по счету развилка у нас весь поход сегодня состоит из-за развилок когда мы выходим на эту странную немножко по внешнему виду дорогу можно с большой вероятностью уйти вниз и там немножко заблудиться так вот самое главное когда вы выходите нужно круто под острым углом уходить вверх и в гору в том числе вверх в прямом смысле мы фактически уже под скальником зеркала от последней развилки где мы показывали направление в короткий 200 метровый примерно подъем как раз это был подъем на скальник то есть грубо говоря потому что это бывшая вершина ну и вообще скальник это всегда относительно вершина все-таки сейчас мы сворачиваем резко под прямым углом направо по ходу то есть мы почти снизу направо сворачиваем поворот вообще-то видно неплохо набита мощнейшая тропа но из-за того что лес два года назад тут выгорел тропа как-то повлекла смешалась с лесом надо смотреть внимательнее относительным показателем является вот этот вот аншлаг эта карта не оборвана поэтому мы на ней покажем наш путь значит вот первая развилка вторая третья вот она пошла развилка четвертая тут идет от вилок пятая развилка и мы сейчас на шестой после пожара конечно большой урон нанесен темнохвойному лесу сгорела наверное так гектаров 5-6 вот оголилась и нижняя россыпь погибло много подростков основном взрослые деревья некоторые уцелели и темнохвойный лес который украшал этот участок он немножко конечно пострадал но слава богу дорога вот это являлась противопожарным разрывом и лес с этой стороны показывает то каким лес был с той стороны хочется сказать тысячные миллионы раз берегите лес от пожара пришли к скальнику все видят какой он имеет поверхность именно связи с которой он назван зеркала потому что в альпинизме плоская скала ровная называется зеркало ну или кусок скалы ну затрудняет подход к нему вот этот крупноглыбный такой вот завал но здесь идет вот здесь вот начинается еще одна тропа которая завал обходит и и приходит в северной части то есть скальник на самом деле закрытый лесом тянется гребнем он туда и тянется вниз туда тоже отсюда не видно и за этим скальником там тоже есть определенные его части то есть осматривать скальник ну надо много времени также как сперил старуху например или старую крепость скальник является самым крайним северным углом большого водораздела к байкалу то есть это непростое место то есть национальный парк который совсем недалеко является как раз территории вот спуска всех рек байкалу то есть вот это вот водораздельная линия от реки алха грубо говоря от иркута потому что алха это приток иркута между байкалом и иркутом вот этот водораздел и не зря такие вершины такие мощные скальники и в данном случае зеркала это первый скальник это водораздел а там у нас дальше старуха крепость и шахтан мы прошли юго-восточной частью скальника его самой лицевой стороной которая получила название она и самая красивая сейчас идем к северной оконечности скальника и я хочу сказать что здесь существует радиальная тропа которая фактически не прерывается сразу как вы по указателю сворачиваете поднимаетесь сюда эти вот где-то 40 с чем-то метров эта тропа в ее там видно вы ее видите и продолжаете сожалению за того что был пожар я повторяюсь тропу видно чуть чуть хуже но смотрите под ноги вытоптаны сбитые ногами камни и тропинка она ее хорошо видно и она вас приведет прямо к проходу на северную сторону том месте где я говорил о тропе она просматривается очень плохо будьте внимательны но зато перед самая вот этим проходом скалу видно хорошо и кто кто например физически не особо боится перетрудиться можно подойти к самому к самому вот этому вот гребню да и вдоль него на тропу выйти и потом тропу хорошо видно она поднимается в этот проход он самый удобный и мы его сейчас вот все перейдем как красавица по третьей тропе мы идем сейчас от северной стенки ну более пол километра экономия наискосок опять на ту же тропу где мы начинали от зыряновского выйдем мы пришли на вершину сопки откуда начиналась а планируемая горнолыжка вот все что пока от нее осталось хорошая троса длиной на нас пол километра блок которым разворот шел но я не знаю он какой-то несерьезно если честно и вот это просек она сейчас зарастает и нам сейчас идти где-то пол километра до нашей тропы где мы уже были тропа подходит завершению она сейчас круто очень устремляется вниз и мы выйдем на совершив круг на тропу по которой шли уже сюда встретили на гриве сильно сгоревший сосняк раньше там было много беличьих гнезд но слава богу он сгорел не весь вот здесь вот то что мы видим вот это вот заросли дебри там сохранилось очень много еще большой участок больше половины чем то что сгорела и там спугнули кедровку это птицы семейства врановых вороновых скорее всего у нее где-то гнездо потому что она не улетала маршрут завершается мы сейчас идем до орленка и уезжаем на электричке рекомендуем этот маршрут для среднего уровня туристов особенно тех которые свои возможности свои силы наращивают уходятся дальше все интереснее маршруты все длиннее и соответственно там открывается им горизонты и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok